Девочка-пай Горы, они и есть горы. Горы, самые лучшие, самые любимые. Когда-то горы по истории были великие и горки были малые. Это уже потом так судьба распородилась, что горы начали затухать, а горки поднялись. А в свое время в горах проживало 3000 населения. Девочка-пай Мы находимся с вами на нашем озере. Оно сейчас замерзшее. И рядом с нами находятся исторические памятники наших гор. Археологические, вернее, памятники. Это городище, древнее городище, которое датируется в XIV столетии. И замчищевал. Горы, это наше родное место, на котором мы живем. Это наша родная, наша земля. В чем удовольствие от зимней рыбалки? Вот никак не пойму. Холодно, ветер дует. У меня зуб на зуб не попадает. А вы сидите довольны и тихаете рыбу. Бывает, ты скажешь, ты скажешь. Нет поклевки. А потом поклевка, рука жная туда. Вот этот процесс интересный. А что это за рыба? Линь. Линь? Это промысловый вылов. Каждый год департамент милирации водных ресурсов Республики Беларусь выделяет квоты на любительский лов и на промысловый лов. Вот мы и занимаемся сейчас промыслом. Водохранилище построено в 1985 году. На русле речка Быстрая. Площадь водохранилища составляет 134 гектара. Береговая линия длина 8,5 километров. И, судя по всему, рыбы здесь полно. Ну, рыбы хватает, как говорится. Не холодно? Вода-то плюсовая, там теплей подо льдом. Это сверху холодно, а там плюсовая. И летом нам выбирать не приходится. Дождь, не дождь, вообще эти проверять надо. Квоту, две тонны мы обязаны выловить. Промысловый. Вот и все. Спасибо вам большое, что провезли нас по озеру. Да, не за что. Часто вам приходится туда-назад ездить? Да, слишком что-то не так. Раньше часто ездил. Раньше машина была, но ее мне ездили. Держу, покрыть могу. Хороший конник. Как зовут? Демон. Почему так назвали? Ну, я взял его, и он, ой, нашел струй был. Да сейчас успокоился. А так, руки отрывались держать его. Сейчас переходит на мотоблоки. Дешевле. И динозалюты поехал. Да, но он красивее, чем мотоблок, явно. Приятнее намного. А вот, город это не то. Деревня лучше намного. Деревня лучше намного. Что бы вы пожелали этой деревне и ее жителей? Пожелал бы я, чтобы деревня процветала. Чтобы народ, живущий здесь, находил себе какую-то способную работу, находил, какой-то труд. Чтобы деревня только разрасталась, чтобы здесь побольше было молодежи. Чтобы, ну, как-то вот сама жизнь, чтобы здесь кипела. Вот хочется вот. Вот. Ну, так вот, наверное. Ух ты! Ты не Швейцария, правда? Швейцария. Здравствуйте, я Светлана. Я иду к памятнику прабабушке моего папы, Марии Цыганковой. Она отправила шестерых сыновей на войну. Она ждала от них писем. Но домой приходили только похоронки, одна за другой. Домой не вернулся никто. Я хочу, чтобы не было больны, чтобы люди не умирали, чтобы все жили долго и счастливо. Вы видите дальше памятник нашему знаменитому земляку, мандрику Михаилу Сергеевичу. Это человек устанавливал власть на Чукотке. Товарищи далекого севера! Поколение, которое постарше моего возраста, помнит фильм советских времен «Начальник Чукотки». Так вот, прототипом главного героя вот именно является наш земляк. Я замужем здесь. Муж местный. Мы здесь живем. Как вам здесь живется? Замечательно. Очень хорошие люди. Мы привыкли. Родители рядышком, бабушки, дедушки рядышком. Природа замечательное озеро. Поэтому воздух свежий. И никуда не хочется уезжать. Здравствуйте. Здравствуйте. Хорошо. А за это вы нам помашете рукой. Помашенкой? Расскажите, что делаете. Делаю материал на жалетку, на народный костюм. Ну, я не знаю. Просто к душе сам процесс ткачества. И как-то с первого раза понравилось. Понравилось. Увлеклась. Мне нравится. Просто нравится. Даже не могу сказать, почему. Просто нравится. Или что-то кровное есть. У меня про бабушка ткала. Бабушка ткала. Ну, и вот. Мама, конечно, нет. Но у нучки все-таки пришлось. В мои детские годы мне так хотелось вязать. А мама говорила, не вяжи. Сейчас все есть в магазине. Купишь носки, купишь рукавицы. А вот желание осталось. Так что будет оно всегда существовать. И вязание, и вышивание. Луциковы. Я хозяин. Дмитрий. Жена. Людмила. И наши детки. Вадим. Саша. Ну, пошли, хозяин. Не боишься, свинок? Нет. Ой, а там совсем маленький. Кролиководцем занимаюсь уже второй год. Держу две породы. Новозеландцы и калифорнийцы. Это калифорнийка мать. Она скоро пойдет в лучку. Ей шесть месяцев. Не брекайся. Вот. Ой, как хорошенькая. А сколько она весит? Ну, килограмм пять, наверное. Такая на кошку похожа. Вот это папа. Папа не дается в руки? Не дается. Одичал. Потому что клетку не лажу. А это новозеландец. Да, это частопородный новозеландец. Я ездил себе, покупал их. Покупал дорого. Чеки-то у него такие. Вот. Ух ты. Я никогда не зажала кролика в руке. Ой, такая маленькая. Ой. Ой. Ой, такое прям. Ой, существо. Господи боже, благослови. Все. Вот. Одну. Вот другая. Все. Нанимаем. Красота. Рыжик оживил. Вот. Ой, булки готовы. Пожалуйста. Ну, хозяйка хорошая. 59 лет прожили вместе уже. На будущий год будем справлять свадьбу. Это какую? 60 лет. 60 лет будет. Бриллиантовая. Бриллиантовая, да. Бывает все, но уступаем друг другу. Конечно. Хорошие булки, все хорошее. Кобцами были хорошие. Все у нас хорошее, хорошее у нас еще. Все у нас доброе. Все хорошее. И люди хорошие. Только старых уже не мамало. Теперь молодые вообще. Оно. Хорошее. Смитрия. Музыка. Музыка. Субтитры создавал DimaTorzok Горам развития, молодежи, а местным людям спокойствие, умиротворение, счастье. Субтитры создавал DimaTorzok